Прививочная кампания для сотрудников ЮРГУ будет организована в городской больнице номер 2. На сегодняшний день желающих больше 700 человек. О своем желании поставить прививку можно сообщить, заполнив специальную анкету, высланную на почту всем сотрудникам ВУЗа. Отметим, что вакцинация полностью добровольна. Мы не можем оставить людей против воли вакцинироваться. Это все-таки вещь добровольная. Мы будем разъяснять, где для кого это важно, какие есть преимущества при вакцинации, где есть ограничения. Вакцинация пройдет группами по 5 человек. После введения препарата необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации врача. Вторая доза вакцины вводится на 21 день, а после формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться до двух лет. Однако есть ряд противопоказаний к процедуре. Например, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний или наличие антител COVID-19. Я в октябре переболел коронавирусом, поэтому у меня пока с антителами все в порядке. И, как сегодня говорили сотрудники медицины, полгода нужно потерпеть. Посмотрим, ближе к лету сдам анализы. Если у меня антитела исчезнут, то я вакцинируюсь. Вакцинация проводится бесплатно. Но важно помнить, что введение препарата не отменяет ношение маски в общественном месте.